Лакунарная болезнь или острое нарушение мозгового кровообращения? Как отличить эти заболевания? Поможет своевременная диагностика. В отличие от острого нарушения мозгового кровообращения, лакунарная болезнь долго может развиваться без ярких симптомов, а затем, иногда кажется без видимых причин, внешне здоровый человек начинает заболевать, теряет память, речь, двигательную активность или способность здравомыслить, в зависимости от того, какие зоны мозга затронут микроинсульты. У неврологов есть даже специальный тест, чтобы проверить, насколько далеко закралась болезнь. На приеме врач просит пациента нарисовать обычный циферблат. На начальной стадии человек будет просто долго думать, но нарисует ровно и время укажет верно. Если болезнь в запущенной форме, тест будет провален. Во-первых, циферблат будет с неровностями. Во-вторых, он может нарисовать стрелки вне циферблата. Вверх ногами цифру может нарисовать. Может цифру нарисовать неправильно. Это уже в далеко зашедших таких случаях. Если же человек чувствует себя здоровым, но подозревает, что перенес микроинсульт, его примет терапевт. Сдать первичные анализы крови, мочи, пройти электрокардиограмму важно. Повышение гемоглобина, повышение количества эритроцитов, говоря простым языком, сгущение крови, предпосылки для тромбообразования, что наталкивает терапевта, врача первичного звена, для назначения специфической антиагрегатной терапии, антикоагулянтной терапии. По результатам будет видно, нужны ли дополнительные обследования. Состояние глазного дна, дуплексное сканирование сосудов мозга покажет, насколько опасными могут быть последствия. Одни и те же симптомы, одинаковые хронические заболевания и образ жизни могут привести к разным диагнозам, говорит доктор. Лакунарная болезнь, только один из них. На той же ступени Альцгеймер, Паркинсон, деменция. Чтобы не допустить ни одного из них, нужно следить за состоянием сосудов, особенно людям с нестабильным давлением, атеросклерозом, анемией и сахарным диабетом. Курящие тоже в зоне риска. Никотин приводит к повреждению сосудов. Повреждается эндотелий, это создает предпосылки для образования тромбов. И эти тромбы могут образовываться и в головном мозге в том числе. Малоподвижный образ жизни приводит к образованию атеросклеротических бляшек, те, в свою очередь, к закупорке сосудов. Иными словами, долакунарные болезни – длинная цепь изменений в организме. Но проще всего не допустить развития первого звена. При развитии острой симптоматики, при развитии, когда появилась слабость в руке, в ноге, перекос лица, в этом случае обязательно проведение компьютерной томографии головного мозга, для того, чтобы, во-первых, разграничить это ишемический инсульт, либо геморрогический инсульт, во-вторых, для того, чтобы установить характер поражения, длительность поражения. В отдельных случаях может и вовсе не быть классических симптомов, лишь изменения в поведении. Доктор вспоминает случай, когда родственники заметили, что человек, который всю жизнь провел с книгой в руках, просто перестал читать. Такие прецеденты в очередной раз доказывают – внимание к своему самочувствию – самое необходимое лекарство.